Здравствуйте, меня зовут Ева, это Валерий Русланович. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ева, я менеджер портала сравни.ру. Это Валерий Русланович, прошу прощения. А что там нужно сравнить, Ру-то? Я менеджер портала сравни.ру. Звоню вам, поскольку вы оставляли анкету на сайте сравни.ру или у наших партнеров. Или у вас есть предложение с минимальной процентной ставкой и минимальным платежом от банка. Подождите, давайте конкретно выясним, где и кто оставлял. Ну, мне просто надо знать, от кого вы звоните. Я звоню с портала сравни.ру. Возможно, вы оставляли на нашем портале анкету, либо у наших партнеров. Нет, нет. А что у вас за партнеры? Можете их перечислить? К сожалению, не вижу всего списка партнеров. Знаю из БК.РУ. Ренессанс, Росгострахбанк, Росбанк, Тинькоффбанк. И в чем проблема-то? Они не могут мне денег отдать или чего? Чего случилось? Я сегодня вы интересовались потребительским кредитом на сумму 400 тысяч рублей. Поэтому я и перезваниваю. Подождите, а насколько недавно? Это вчера было или позавчера? Когда это? Или год назад? Или два года назад? К сожалению, нет такой информации. А почему же у вас нет такой информации-то? Что же такое случилось? Вот почему-то телефон вы где-то взяли, а информации у вас нет. К сожалению, я не знаю. Я звонила им, так как вы оставляли анкету на нашем сайте. Дело в том, что тут недоразумение. Я ничего не оставлял. Я поэтому и пытаюсь выяснить, кто в заблуждение вводит вас и меня. Возможно, несколько месяцев назад пользовались нашим сайтом, уточнили кредитный рейтинг. Или, может, подбирали для себя какие-то банки в такие продукты. И по вашему запросу есть несколько интересных предложений. Давайте узнаем условия. Нет, просто зачем это нужно, вот эти все условия? Просто если у вас есть лишние деньги, я могу просто назвать номер карты, вы туда их переведете, и все. Есть у вас лишние? Нет, к сожалению, нет такой возможности. Ранее вы просто интересовались нашим сайтом, поэтому я вам перезваниваю. Нет, 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 это вы ошибаетесь. Я не интересовался. Просто откуда у вас такая информация, что я интересовался? Кто ее вам дал? Возможно, где-то полгода, год назад я оставляю анкету, поэтому я перезваниваю вам. Нет, нет, вы же видели номер телефона, по которому вы звоните. Неужели видно, что я где-то везде вот с этим телефоном оставляю анкеты? Вы оставили анкету на нашем сайте, поэтому я вам и перезваниваю. А можете мне ссылочку на эту анкету скинуть? Я вам сейчас почту дам. Вы можете самостоятельно зайти в ваш личный кабинет на нашем сайте. В любом случае для вас сейчас есть максимально выгодное предложение. А почему вы так решили, что оно выгодное? Так как вы оставляли ранее анкету на нашем сайте, поэтому я думаю, что раз была в этом потребность, то и сейчас для вас будет информация, которую вы сможете воспользоваться сейчас или в будущем, когда вопрос на вас станет актуальным. Расскажу подробнее, хорошо? Нет, не надо. Я вам просто пытаюсь объяснить, что я ничем не интересовался. Вас ввели в заблуждение, а вы меня не слышите. Не работает ваш сравнированный. Валерий Русланович, возможно, у вас сейчас есть какие-то планы? Возможно, хотели бы что-то приобрести. А почему вы так решили? Так как вы ранее вы оставляли анкету и интересовались, поэтому у вас была потребность в этом, поэтому я и интересуюсь. Слушайте, ну, да, ладно, хорошо, раз мы дошли до потребности. У вас есть, допустим, там ганжубас, героин? А наша? Нет, к сожалению, нет такого. Блин, и что же делать тогда нам с вами? В таком случае я сейчас уже предлагаю рассмотреть вашу анкету. И чего? И там будут адреса, где я могу все это дело взять? Нет, я думаю, вы можете воспользоваться в таких целях интернетом, а я сейчас вам предлагаю рассмотреть потребительские кредитные суммы 400 тысяч рублей, так как, возможно, ипотеку хотели рассмотреть, автокредит. А, слушайте, а что, за 400 тысяч рублей можно что-то взять, жилье какое-то, да? Я не говорю именно о какой-то конкретной сумме, я говорю о сумме, которую вы ранее оставляли. Мы можем рассмотреть любую сумму, которая вас интересует на данный момент. Ну, знаете, на самом деле, примерно 120 миллионов евро устроило бы, вот. Просто мне нужно свалить из страны, вот, и я бы готов, допустим, взять эту сумму у вас. Максимальная сумма, которую мы можем рассмотреть, до 10 миллионов рублей? Ну, это мало очень. Что я с ними буду делать? Возможно, есть какие-то незначительные покупки. Да нет, мне не нужны покупки, мне надо свалить из страны. Мне нужна большая сумма. Какая сумма вам требуется? Ну, хотя бы 120 миллионов евро, я же говорю. К сожалению, такую сумму мы рассмотреть не можем, но мы можем рассмотреть сумму до 10 миллионов рублей. Ну нет, 10 миллионов рублей, это очень мало. Ну, что я с ними буду делать? Слушайте, а что, кто там на заднем плане все орет? Можете им сказать, чтобы они заткнулись нахрен? Я ни черта не слышу. Вы можете перейти на корректный-то на общение? Ну, можете, чтобы там не галдели, хорошо. Корректный, а это, не галдели, чтобы скажите, чтобы потише было. Я не слышу, что вы там говорите. Алло. Сейчас вы меня слышите? Слышу, но там постоянно какие-то звуки происходят на заднем плане. Можно как-то потише? Вот вы со мной разговариваете, у меня тишина. Так как я нахожусь сейчас на рабочем месте, такой возможности у меня нет. И из-за этого вы решили мне в воскресенье, в мой выходной, позвонить мне, да? Валерий Русланович, все же, я предлагаю вам... Хотите, я приеду к вам в офис? Вы мне просто скажите адрес, куда подъехать. Ну, мы пообщаемся. Мы находимся в городе Москва. Бульвар энтузиастов. Но это офис только для сотрудников. Вы не сможете прийти. Вы уверены? Я проникну куда угодно. Сейчас, подождите, запишу. Так. Бульвар энтузиастов. Дом какой? Дом 21. Угу. А вы в курсе, такого дома нету? Это вот метро Римская. Площадь или чем? Прошу прощения, дом 2. 26 этаж. Дом 2. Это что, какой, 26 этаж у вас? Да, 26 этаж. И что мне там, чего, кого найти-то? Ох, ничего себе такое. Нет, вы не сможете попасть в офис, так как это закрытый офис. Только для наших сотрудников. А почему-то? Что такое связано-то? Он такой стеклянный у вас, красивый. Я с удовольствием бы пришел к вам. Вот до скольки работаете? Это офис только для сотрудников. Ну, я прикинусь вашим сотрудникам и нормально все прокатит. Я все же предлагаю сейчас перейти на тему банковских продуктов. Какой вопрос сейчас вас интересует? Ну, мне сейчас интересно, как мне вас найти. Я вам сказала адрес, поэтому адрес вы можете посмотреть в интернете. Угу. Я уже посмотрел. Вижу странное здание стеклянное. Половина стеклянная, половина бетонная. Давайте все же перейдем на тему банковских продуктов. Рассмотрим доступные для вас варианты. Хорошо? Слушайте, вы сами эти продукты-то, ну, дотякиваетесь до них? Или придется еще с кем-то общаться? Мы портал для подбора банковских продуктов. Это на самом деле очень плохо. Лучше бы вы были сотрудником банка. Тогда бы мы с вами замутили что-нибудь. Допустим, просто грабанули бы какой-нибудь банк. Допустим, Альфа или Сбера. Во, Сбера лучше, чтобы вообще просто этот сел в лужу. Валерий Русланович, я вижу, вы не настроены со мной на диалог, на тему банковских продуктов для рассмотрения. Ну как, я настроен. Просто надо понимать, мы можем с вами что-нибудь украсить, я не пойму, или нет? Я вынуждена с вами попрощаться. В случае необходимости вы сможете обратиться к нам на наш сайт, сравни.ру. Спасибо за уделенное мне время. Всего доброго, до свидания. Я еду к тебе, пока.